по всем городам, ну, такое хорошее мероприятие, ставят праздники, ну, самое главное, люди отдыхают, конечно, ну, а так просто настроение у всех хорошее. И все то, что происходит сегодня, на самом деле волшебно сегодня и ближайшую неделю тоже, потому что это тот период, когда вы сами задаете вектор своего развития. То есть Новый год, он есть Новый год, как его встретишь, так ты его будешь проводить, и вы сами решили, вернее, случай решил, что проводить в этот Новый год будете с ароматами компании Ари Плеи. Так, об наших ароматах, о наших ароматах я поподробнее, очень подробно узнала, когда побывала в поездке во Франции, я выиграла конкурс для директоров, и победой в этом конкурсе была поездка в Ниццу, вернее, в город Грасс, столицу мировой парфюмерии, где нам показывали производство парфюма от сбора сырья до создания непосредственно самого парфюма. Мы собирали жасмин на полях, потом нас привезли на фабрику, и там предоставили весь материал, и мы создавали свой парфюм. Все было по-настоящему, у нас были настоящие эссенции, у нас были настоящие бутылочки, мы давали названия, у нас были коробочки, все было очень серьезно. И самое главное волшебство, в конце нам даже вручили сертификаты, что мы что-то там по парфюму соображаем, но самое главное волшебство было не в этом. Весь день с нами находился всемирно известный парфюмер Бернар Элина, он и вручал нам сертификаты, он с нами был на полях, он нам рассказывал много про производство парфюма, и вот этот момент вообще, вот эти три дня во Франции, они изменили мою жизнь. Они разделили мою жизнь, жизнь до Арифлейма, жизнь с Арифлейм вот с этого момента, в 2008 году. Потому что на самом деле такую экскурсию купить можно, то есть это продается, и можно купить даже билет москваница, ничего сложного нет. Но я в тот момент очень четко понимала, что неизвестно, сколько нужно заплатить для того, чтобы рядом с тобой был вот такой человек. То есть это возможно только в компании Арифлейм, только в компании Арифлейм. И вот это для меня было таким серьезным водоразделом. А до этого, до этого я парфюм продавала очень плохо. У меня как-то бегут слайды, что-то не привыкла к этой вебинарной комнате. И я всегда завидовала тем, у кого вот такие заказы собирались. Вот это парфюмерный стол, вот все-таки сюда. Потому что, ну как-то у меня не было таких больших заказов. Вот у кого такая же проблема? Кто очень тяжело собирает заказы? Так, ну пока чат отзывается, я буду дальше говорить. Вот этот стол парфюмера, для того, чтобы ему работать, ему нужно выучить порядка трех тысяч ароматов. И тогда он может работать. Для того, чтобы вы могли, неуправляемо что-то у меня, слайд-шоу получается. Сейчас, сейчас, три секунды. Для того, чтобы вы могли спокойно, ну быть, для того, чтобы вы были успешны в предложении парфюма, для того, чтобы у вас были огромные заказы, нужно, как минимум, две вещи. Что такое? Как будто... Так, все. Необходимо полюбить, но тут, знаете как, повезет. Если вы встретите ту самую туалетную воду, от которой ваше сердце затрепещет, то, в принципе, уже больше ничего будет не надо. Вы будете рассказывать о парфюме так, что все ваши клиенты захотят приобретать ароматы компании Reflame. Но если это чудо в вашей жизни еще не случилось, пока еще не случилось, да, то тогда хотя бы гордиться тем, что вы предлагаете. И второе, второе, что вам может помочь, помочь, это разбираться, то есть все-таки быть профессионалом. Если вы будете разбираться в том многообразии, которое предлагает компания Reflame, да, то у вас тоже будут клиенты и тоже будет хорошо. А для того, чтобы вы могли хотя бы гордиться, если еще не полюбили, то три факта, о которых я узнала сама тоже совсем недавно. Первый факт такой, что компания Reflame – это третья по объему производства ароматов компания. Она больше, чем Dior и больше, чем Chanel. О чем говорит нам этот факт? Нас выбирают. Нас выбирают очень большое количество людей. И такое большое количество людей не может ошибаться. Значит, мы востребованы. Значит, мы в тренде. Потому что, ну, то, что мы предлагаем, это же не может быть такого, что это выливается на землю. Значит, мы модные, модные. Вот этот факт говорит нам об этом. Так что смело предлагайте наш парфюм. Почему мы модные, почему мы в тренде? Второй факт. Мы работаем с самыми лучшими парфюмерами мира. Вот просто четверо из них, четверо из них, у них очень хорошее свое портфолио, очень серьезные свои работы. И очень серьезные работы они делают для компании Reflame. И как говорил один из них, Бернар Лина, он нам говорил так, что, понимаете, если я что-то делаю, делаю, я делаю это одинакового качества для любой компании. Потому что Пикассо из Пикассо. У него что детские рисунки – миллион долларов, что взрослые картины – миллион долларов. Это Пикассо. Так вот, и я, когда создаю какую-то работу, я одинаково тружусь над ней, отдаю все свое вдохновение, потому что самое дорогое для меня – это моя репутация. Ее невозможно купить. За каждой работой стоит твое имя, и это очень важно. Поэтому мне все равно, для какой компании я работаю. Точно так же, как для любого парфюмера. Мы сотрудничаем с самыми лучшими парфюмерами, которые создают для нас шедевры. Это второй факт. Ну и то, что это действительно так, действительно это шедевры, подтверждает третий факт, что мы получаем лучшие награды. Каждый год проводится такая аналог Оскара. Оскара только в парфюмерном мире. Вручается премия Fifi Эвердс. И каждый год с 2011 года мы эту премию забираем. У нас каждый раз есть очень достойный аромат для этой премии. Так что вот, это три факта. Ну а теперь по второму пункту. Для того, чтобы мы были профессионалами, для того, чтобы мы хорошо предлагали ароматы. Ну, первое, что нужно знать, это то, что в нашем мире, в нашем мире сейчас очень сложно стоит проблема выбора. Современный человек, он просто, ну как сказать, умирает, что ли, под объемом той информации, которая вот приходит. Ее очень много. И люди, это уже доказали американские маркетологи, они практически не делают покупку, если выбор свыше 40 номинований. Было проведено такое исследование, что когда 40 номинований, это очень красиво смотрится. Это престиж для любого магазина. Но, оказывается, процент покупки гораздо ниже, чем когда всего 6 номинований. Поэтому, когда я предлагаю парфюм от компании Reflame, моя задача сократить выбор. Сократить выбор. Тем более, что ученые-физиологи тоже доказали, что оказывается, когда современный человек делает выбор, у него задействуются те же зоны мозга, что и при физической боли. Получается, что любой выбор для человека – это боль. И он эту боль испытывать не хочет. Поэтому не хочет выбирать. И если вы своему клиенту выбор сократите, у нас женских туалетных вод около 50, мужских около 40, с этого огромного количества до 6, а в идеале до 2, вы сделаете большое дело. Ему будет хорошо, ему будет легче. Но иногда встречаются клиенты, не всегда это получается, потому что у меня бывают такие клиенты, которые говорят, я хочу понюхать все. И я готовлю кофе, но я знаю, что в этот момент у меня покупка не состоится. Другое дело, что я считаю, что у нас информационный бизнес, и я должна давать информацию, но покупку он не сделает. Это очень редко бывает, когда он перенюхает все и потом что-то хочет купить. Ну а теперь для того, чтобы мы с вами совсем хорошо разбирались, вы должны понимать, что парфюмер получает свое задание в виде идеи ароматов, и никто никогда не смеет парфюмеру дать задание в виде конкретно парфюмерных нот. То есть никто ему не скажет, возьмите жасмин, возьмите пачули. Что именно брать, это будет решать парфюмер. Он, оказывается, получает задание в виде картинок. Для него дают картинки, которые описывают ту женщину, для которой создается аромат. Об этом нам рассказывал Бернард. И вот уже он, глядя на эти картины, он ее пытается описать точно так же, как композитор пытается написать мелодию под какое-то настроение. Так вот, когда парфюмер получает задание, вот над этим заданием работает бренд-менеджер, он сам себе отвечает на несколько вопросов. Первый вопрос такой, для мужчины или для женщины создается аромат? Потому что мужчины, оказывается, пахнут более терпко, а женщины более сладко. Второй вопрос – возраст. О возрасте поговорим попозже. Третий вопрос – блондинка или брюнетка? Имеется в виду даже не цвет волос, а имеется в виду смуглость кожи. Потому что, оказывается, люди со смуглой кожей, они пахнут более сладко, чем люди с более светлой кожей. И для нас это о чем говорит? Что иногда люди со смуглой кожей выбирают цитрусовые легкие ароматы и потом жалуются, что они на них плохо держатся, практически не держатся. Это происходит не из-за аромата. Это происходит из-за того, что сладость их кожи разрушает легкий аромат. Это чтобы вы знали. То есть это любой компании аромат, если он будет легкий, цитрусовый, на этой коже держаться не будет. Теперь учитывается, для какой ситуации создается аромат. То есть то ли это будет для бизнеса, для дела, да, то ли для встреч с друзьями, то ли для свидания или, может быть, для флирта. Учитывается стиль одежды – деловой, спортивный, классический, романтический. Потом учитывается время года, потому что ткань, она по-разному, то есть мех, ткань – это все по-разному держит аромат. Курит или нет, водит машину или нет. И когда на все эти вопросы получен ответ, то в конце возникает конкретный образ конкретной женщины. И, в принципе, что-то, что-то поэтому мы можем понять, когда мы листаем свой каталог. Потому что вот это и есть образ аромата. Хотя, конечно, по картинке никто аромат не выбирает. Это просто первая прикидка. Теперь имеет значение сам цвет аромата и форма флакона. Причем вот эти законы, они одинаковы абсолютно для всех компаний, потому что это законы гармонии. Чем светлее и холоднее цвет парфюма, тем он свежее. Чем он краснее и желтее, тем он слаще. Чем более вытянутая форма флакона, чем больше она устремлена вверх, тем, скорее всего, этот аромат предназначен для карьеры. Чем более обтекаемая форма, чем больше хочется его взять в руки, вот так вот, да, как-то его обнять, да, тем больше этот аромат предназначен для соблазнения. Перекрученные сложные формы бывают у ароматов взаимоотношений. И квадратные формы бывают и такие, они характеризуют стабильность и благополучие. Цвет коробочки тоже имеет значение. Цвет упаковки. Как только вы видите розовую упаковку, да, это значит, это классическая туалетная вода с ненавязчивым сладковатым ароматом, подходит для абсолютно любого случая, любого времени года. У нас, например, такая тендерли. Если вы видите желтую упаковку, то, скорее всего, это будет цитрусовый, ну, или там фруктовый, но это свежий будет аромат. Подходит для весны и лета. У нас такой митцамер. Красная упаковка у ароматов, которые имеют насыщенный очень такой, чаще цветочный запах и подходит чаще всего для вечера. Очень стойкие. Это реддеми такой, потом лох по уши он у нас такой. Оранжевая, коричневая упаковка, это значит, свежий, цитрусовый, может быть, шипровый аромат, шипровый аромат. Для спортивных девушек, я бы сказала, для сильных женщин. Это вот, например, аромат Леди Эйбери. И когда идет синяя-голубая упаковка, то это уже получается более свежий, более легкий аромат. Ну, в принципе, подходит для работы. Ну, и так вот вы сфотографируете этот слайд. На самом деле, большого значения не имеет процентное содержание, но от этого меняется название. И теперь приступаем к разбору самих туалетных вод. Начнем мы для тех, которые создавались для молодежи. А молодежь у нас отличается вот чем. От 15 до лет 25. Эта возрастная категория отличается тем, что на самом деле они еще точно сами не знают, чем они будут заниматься в жизни. То есть то ли они будут карьеру делать девочки, то ли они будут семьей заниматься. В общем, такая в голове полная неопределенность. Раз, меняется настроение, потому что не установлены четко гормоны внутри играют еще. И такие девочки, они на дню по несколько раз переодеваются. Поэтому для них создаются ароматы, которые будут держаться недолго. То есть это не то, что плохие ароматы, а это именно просто такая возрастная категория, такие ароматы. То есть это держится 3 от силы 4 часа. И предполагается, что молоденькая девушка имеет все 3 на туалетном столике. То есть у нее эклипс на утро, сан у нее к обеду и мун у нее на вечер. Только девушка-брюнетка, она может мун использовать на целый день, потому что ее кожа хорошо его выдерживает. Он такой более сексуальный. Вот эти ароматы, air, fire и ice, точно так же, как минимум 2 на туалетном столике. Но что удивительно, при их невысокой цене они держатся гораздо дольше. От 4 до 6 часов. Для такой стоимости это очень достойно. Air, конечно же, она светлая такая, может быть, шатенка. Ice это тоже шатенка, блантинка, а fire это однозначно такая брюнетка идет. Из всех трех мне очень сильно нравится fire, потому что он, когда брызгаешь сладкие, а когда развеется, он такой свежий остается. Очень достойный аромат. Хотя все 3 они хороши. Не случайно на них скидку дают парную, что один по одной цене, часто такие скидки бывают. А вот если два возьмете, подешевле, потому что предполагается, что несколько девушка должна взять. Чуть постарше становится девушка. Она уже определилась, институт закончила или не закончила, но решила, что будет посвящать себе семье. Уже более четко. Она уже знает, что у нее идет из одежды. Она знает, какой она хочет аромат, что ей нравится из косметики. Все более четко. И поэтому для них создаются ароматы, которые держатся уже гораздо дольше. И вот к этой категории у нас относится аромат мисков. Девиз этого аромата – поухаживайте за мной. Конечно, мис О, у него такая возрастная категория очень сильная, от 20 до 50 лет. Но даже если ей 50 лет, она внутри такая восходящая звезда. То есть это надо учитывать, это такой хороший аромат. Ну и, конечно, аромат соблазнения. Форма флакона такая, что хочется его держать. И тем более такая винтажная помпа. Вивасити. Вивасити. Переводится как жизнерадостность. Тоже восходящая звезда, но здесь появляется маленький нюанс. И форма гранюная. Этот аромат выбирают молодые девушки, могут быть женщины постарше, но это всегда, кроме того, что она живая, жизнерадостная, она еще и дерзковата. То есть вы свое мнение ей не навяжете. Она сама решает, что она хочет сейчас, в данный момент, и что она хочет в жизни. Вот такая внутренне независимая девушка Вивасити. Эльви. Аромат для той, которая хочет выйти замуж. Мы его так предлагаем. Это аромат, который внушает мужчинам надежду на вечную заботу и счастье. Конечно, выбирают не только те девушки, которые хотят выйти замуж, его выбирают и женщины замужней. Но в этом случае это женщина, для которой не просто семья на первом месте. Вот в семье для нее главный муж. Ну, в принципе, так и положено. То есть это для нее такая ключевая фигура, очень важный человек в жизни. Вот как-то она больше на него ориентируется. Сейчас в эту туалетную воду добавили больше ландыша, и она стала более такая для молодых, скажем. Потому что сейчас ландыш, он предполагает, что более тоненькая обладательница вот этого парфюма. Voyager Woman. Voyager Woman для той, у которой интуиция на первом месте. Тоже молодая девушка, хотя вилка хорошая возрастная, от 20 до 35 лет. Она у нас очень популярная. Я рада, что на Voyager дают постоянно большую скидку. Я всегда говорю, за такую цену, это прям вообще просто, вот просто сразу ящик надо брать. Потому что очень достойный, достойный аромат. Держится прекрасно, держится прекрасно. И он такой сложный. Почему и хорошо берут? Потому что там много лучей нот, и он подходит для многих случаев. Такой очень универсальный. Ну, девушка Voyager, она такая вот интуитивная, доверяющая сама себе, своему, своему, как бы чутью. И она всегда в этом плане выигрывает. Happy Diziac. Новинка этого лета, Happy Diziac. Аромат для той, которая много смеется или хочет смеяться. Не случайно, как бы такой флакон сделали, пузырящийся, потом коробка такая с пузырями, да, это та, которая не просто жизнерадостная, да, она любит яркое. Она любит жизнь на всех ее проявлениях. И вот аромат Happy Diziac, аромат счастья, на самом деле, каждая компания парфюмерная старается аромат счастья создать. Когда мы были во Франции, нам тоже дарили на фабрике Прогонар аромат счастья, и в нем содержался зеленый чай. Вот наша компания решила принять участие в этом соревновании, попытаться создать все-таки такой аромат счастья, да, и когда сделали исследование, оказалось, что запах земляники у людей вызывает самые радостные эмоции. Земляника и жасмин. И вот эту композицию попытались воплотить вот в этом аромате Happy Diziac. Ну, однозначно, вот так, вот мужчины, которые нюхают, вот они всегда его откладывают, ну, в сторону, что как бы выбор делают в эту сторону, потому что, ну, хорошее настроение дает этот аромат, однозначно. Ну, и рядом с молодыми девушками, мы сейчас говорили о них, о девушках от 20 до 30 лет, всегда рядом есть какие-то молодые люди, они тоже должны приятно пахнуть. И обзор вот мужских туалетных вод мы начнем с линейки Glacier. Аромат Glacier на линии синей у нас уже очень давно, очень давно, и он бестселлер продаж был, особенно, там, скажем, лет 5-10 назад, не было ему равных, потому что он относится к группе ароматов кожаных. То есть он подходит, сочетается с запахом любой кожи, и поэтому он подходит мужчинам от 20 до 50 лет. То есть можно смело предлагать, он не портит, скажем так, ничего. Конечно, мужчины, которые выбирают ароматы Glacier, любой из них, это мужчины динамичные, мужчины подвижные, и внутри остающиеся молодыми, даже если он такой уже с пузиком, пузиком, он такой как бы вот, ну, пацан еще вот, как-то так получается. Но Glacier синий, а такой запах благородный, такой, да, нейтральный, а вот Glacier белый, тут лицом которого является Евгений Плющенко, он такой более жесткий, более спортивный, выбирает чаще помоложе мужчины, то есть не 30-летний, а как-то вот так, 25-30 лет, ну, не 40 лет, и при этом они более светлые. Я горжусь тем, что вот, приняв участие в рекламной акции именно Glacier Ice, Евгений Плющенко получил деньги от компании Reflame, достаточные для подготовки к Олимпиаде в Ванкувере, где он получил серебряную медаль. Так что, какая-то частичка, скажем, в его победе, это доля моей компании Reflame, и мне это нравится. И когда я предлагаю этот аромат, я всегда, я вижу, что люди сомневаются, я всегда говорю, ну, в конце концов, скажите, что вы взяли, потому что вы любите Плющенко. Мне кажется, его любят абсолютно всем. Сильный человек. Плющенко, когда я готовился к Олимпиаде, открыто про это говорил, я читала интервью. Когда он уже победил, он говорил, что принимал участие в рекламной кампании, но не говорил, какой кампании. Так, теперь Glacier Athletics практически снимают, уже чаще в распродажах он идет. Он еще более жесткий, всегда смуглые мужчины, старше 30 лет выбирают, и он создавался в Пекинской Олимпиаде. Более сильный, более резкий, более жесткий. И Glacier Rock, тоже новинка прошлого года. Это аромат такого мужчины жизнерадостного, веселого, который ценит жизнь, любит жизнь во всех ее проявлениях. Да, и динамичный, подвижный. Это ароматы Glacier. S8 я поставила рядом, хотя это абсолютно разные ароматы. То есть, S8 белый, это мужчина от 20 лет, от 20 лет, 20-летний, хотя у меня есть 40-летний клиент. Когда я его предлагаю, я говорю, что S8 это смелый, стильный, сексуальный, там, что еще там на S можно сказать, сочный, да, но на самом деле это было 8 парфюмерных ног. И мужчина, который выбирает S8, это всегда мужчина интеллигентный, мужчина внешне спокойный, который может за своей, значит, внешней холодностью спрятать, не холодностью, а вот как-то невозмутимостью спрятать свои эмоции. Этот мужчина всегда ласковый, даже если ему 40 лет, это вот такой человек. Вот, S8 night, это полная противоположность, вот они случайно рядом стоят, это всегда мужчина взрослый, и, конечно, создавался для любителя ночной городской жизни. Да, а кто у нас любит ночную жизнь? Это кот, который ходит сам по себе. То есть это человек, у которого мужчина, у которого нельзя спросить, где он был и когда он вернется. Он независим, он сам решает, чем он будет заниматься в жизни, как он проведет свой вечер. Да, то ли вернется, то ли не вернется. Это мужчина S8 night. Вот такой. Free attitude. Free attitude – это аромат для мужчин старше 25 лет. То есть вот как только 25 лет, уже вряд ли на S8 будет смотреть, но их привлекает Free attitude. Мужчина свободный во всех отношениях. Не случайно на коробке паркурщик нарисован, что у него он так и телом свободен, но прикольно то, что он свободен еще и в отношениях. То есть это, знаете, как встречается, но не готов жениться. Им всегда нравится, мужчинам эта интерпретация, потому что, мне кажется, они там при полном возрасте не хотят жениться. Да, он такой очень, такой ужерный, очень такой, какой-то вот разбрызгающий, фонтанирующий аромат, цитрусовый, освежающий, классный такой. И вот бестселлеры продаж. В принципе, если бы в каталоге не было бы вообще ничего, а то бы стояли бы эти X-сайты, наверное, мы бы делали и делали продажи все равно, потому что супер-супер-супер. X-сайт, конечно, переводится, как и привлекать, как и привлекать, но мне нравится перевод этого слова возбуждать. Я клиентам говорю именно так. Возбуждать, и этим все сказано. Потому что сейчас такое время, мне кажется, все хотят друг друга только возбуждать. X-сайт получился настолько модным, вот настолько угадали, вот настолько вот отвечающий современным тенденциям, что просто вот, ну, бешеные-бешеные продажи. И продажи настолько классные, хорошие, что мы вот стоялись чести, нас стали подделывать в Китае. То есть я не знаю, подделывают у вас или нет, у нас очень дешевую подделку. Я увидела в городе в позапрошлом году, и я прям, ну, так была неприятно поражена, уже перед этим об этом слышала. Прям за копейки продают, один в один не отличишь. Ну, наверное, в Беларуси с этим порядок, да, как бы у вас, наверное, вот такого не бывает. Вот, а у нас бывает, и на юге Казахстана бывает, и вот я выступала, Украина сказала, и россияне сказали, что да, у них бывает. И нашей компании, с одной стороны, льстит, что мы удостоились внимания китайских производителей, а с другой стороны, да, радовать не может. И мне кажется, ExciteForce явился таким ответом, ответом, да, что у нас что-то такое классное, и при этом этого еще нет на рынке, это новинка. ExciteForce — сила возбуждения. Дима Билан сказал, что я стал старше, но вместе с Димой Биланом все-таки в 2011 году запускали Excite, все-таки стали старше наши клиенты. Поэтому, да, мои клиенты очень лихо от голубого Excite перешли к Excite темному. Особенно, когда я стала им говорить, говорю, посмотрите, первые ноты идут жесткие, да, вроде как совсем другой аромат, но когда он развеется и остается на коже, на коже, да, то это тот же самый Excite с этим же самым шлейфом. То есть это же нежность внутри. И, по-моему, почти все у меня вот на туда перешли, потому что за счет вот этой жесткости он еще и мощно держится на коже. И опять же, да, угадали с модными тенденциями, угадали с требованиями людей, да, и вот как-то прям сильно-сильно Excite Force угадил. Шикарный аромат. Победитель 2015 года Фифи Эвардс. И у нас есть группа ароматов, которые мы можем отнести к офисным. Что значит офисные ароматы? Это ароматы, которые не должны быть сексуальными. То есть мы не всегда, не всегда должны показывать свою сексуальность. Потому что если мы будем сексуальными на работе, к нам будут приставать клиенты, к нам будут делать, ну, нехорошее предложение наши начальники. Но все это будет плохо, да. Аромат какой должен быть офисный? Он должен внушать окружающим, что вы энергичны, чисты в помыслах, думаете только об интересах своих клиентов, об интересах своих начальников. А самое главное, вы неутомимы. То есть у вас энергия не кончается. И вот к таким ароматам можно смело отнести мецами. Они оба такие, мужской и женский. Это предполагается, что обладатели этих ароматов, то они такие как бы, ну, или в костюмах, в костюмах прям с белым воротником, ну, или что-то белое в одежде. Это идеальный аромат, имейте в виду, когда вы идете на продажи. Потому что, ну, нас так учили, что если вы идете на продажи и на вас что-то другое, то это может отвлекать человека. А вот мецаммер, это идеальный аромат, который позволяет зафиксировать внимание и сосредоточиться на том, что нужно вам, да, а вы хотите что-то продать. Причем это касается не только продаж, это касается там, ну, проведения планерок в том числе. То есть абсолютно деловые ароматы. Ну, и также к офисным, хотя это условно, я отнесла ароматы Men's Collection. Когда они появились в каталоге, вообще предполагалось, что оба будут на туалетном столике мужчины. Причем как бы Цитрус Тоник на день для тренировок, там, для работы. А вот Даквудс, он подойдет для вечера уже больше, для вечера, для банкета. Но оказалось, все-таки клиенты разделились. То есть как-то, чтобы два брали, не заметила. Цитрус Тоник берут люди помоложе, помоложе и посветлее. А Даквудс берут те, которые, скажем, посмуглее или постарше. Причем как бы я вообще думала, что основными потребителями будут женщины, которые будут дарить это мужчинам. Нет, мужчины тоже это выбирают. И как бы вот, ну как-то вот соотношение цена-качество очень такое хорошее у этой коллекции. И тоже условно, очень условно, отнесла Мьюз категории офисной, хотя это очень условно, потому что по флакону видно, что она, конечно, романтичная особа. Да, там шляпа такая на этом аромате, там шлейф платья такой. Мне очень нравится коробка Мьюз, потому что, ну как бы здорово подарком его дарить, потому что там прям коробка, целое сокровище. Вот. Но в этом аромате, кроме вот этой нежности, кроме свежести, еще присутствует горечь. Горечь. А горечь выбирают женщины, которые познали, познали какое-то разочарование. Причем познали, приняли это все и идут дальше. И вот это разочарование в жизни, да, оно придает им силу. И поэтому этот аромат можно использовать на работе, можно использовать на вечер. Он такой вот оказался. Вот мы подошли к возрастной категории, которая называется стиль элегантность, роскошь. Чем отличается женщина 35 лет, там, там, с плюсом, да, в ту сторону с плюсом. Это женщина, которая, ну, она уже чего-то добилась в жизни. Она знает себе цену, она очень уверена в себе, она готова показать себя, да, и не стесняет себя показать. И поэтому она, ну, хочет, хочет ароматы более яркие, более такие, которые имеют более сильный шлейф. И вот, вот эта возрастная категория, обзор ее начинаем с ароматов тендерли. Тендерли. Розовый тендерли создавала парфюмер Эмили Копперман, которая мама четырех детей. И вот это наложило отпечаток на сам аромат. Его убирает женщина, для которой семья на первом месте. То есть, может быть, она и делает карьеру, но это никогда не будет в ущерб семье. То есть, это вот такая девушка тендерли. А вообще, сам аромат удачный получился. Он такой, на все случаи жизни, он ненавязчивый, он такой, ну, приятный, нежный получается такой. И на любое время года. Тендерли Промис, он отличается. Если тендерли розовый, он такой, как бы, для интроверта, да, она больше интересуется внутренним миром, своей семьей, да, то тендерли Промис, это такая девушка, она немножко больше на показ. То есть, она хочет вовне, она хочет блистать. Он более такой, скажем, изысканный, более такой яркий, да. И, ну да, и та, которая выбирает, уже склоняется к выбору, можно ее похвалить и сказать, что вкус у нее совпадает со вкусом королевским, да, она почти, потому что лицом аромата является шведская принцесса. То есть, у них совпали вкусы, это шикарно. Люсия. Вот моя любовь к ароматам Арифлейм, она началась с аромата Люсия. То есть, долго-долго не получалось, и когда вышел этот аромат, который заявили, как запах снега и зелени, все, все, я влюбилась, и уже стали легче поддаваться, конечно, ароматы, стало легче их предлагать. Для меня он таким и остается, запах снега и зелени. У нас его очень любят в Казахстане, и вообще в Средней Азии его любят, потому что у нас жарко, жарко, и мы любим, когда вот, ну прям, много свежести. А он оказался удивительный, этот аромат, потому что при такой сумасшедшей свежести, он бронебойно, я бы сказала, держится. Просто бронебойно, даже на смуглой коже, он дает трехметровый шлейф, и поэтому он сильно-сильно у нас популярен, прям мощно популярен. Люсия Белая выбирает те, кто, знаете как, она целеустремленная, целеустремленная, и у нее все внутри по полочкам, она точно знает, чего хочет, очень приятная, очень доброжелательная, и для нее все просто, потому что все ясно внутри у нее, вот она такая. Люсия Старлайт немножко другая, немножко другая, он более сексуальный, я бы сказала, вызывающий сексуальный аромат, это Люсия Старлайт. Знаете, он такой как бы, вот в фильме «Обыкновенное чудо» разговор был такой, он говорит, я мужчина привлекательный, вы женщина привлекательная, чего мы время будем терять, да? Вот Люсия Старлайт, он с таким девизом, ну что время теряем? Вот прям такой шлейф, такой шлейф, она не боится себя показывать, именно с этой стороны, Люсия Старлайт, то есть однозначно на вечер будет очень хорошо, ну и тоже на день тоже будет хорошо, при условии, что это в характере у человека. Валаре. Очень красивый флакон, очень правильно, наверное, Валаре сказать, потому что это итальянское слово «летать», значит, основная нота в этом аромате – это роза, а роза, она усиливает психологизм в отношениях, поэтому обладательницу этого аромата любят абсолютно все, любят мужчины, любят женщины, с ней приятно общаться, причем он интересен тем, что если вы будете в романтическом платье и с этим ароматом, то это аромат близких отношений, если вы будете в бизнес-костюме, то это будет уже аромат бизнесовый, то есть потому что, опять же, у нас бизнес такой, это бизнес взаимоотношений, поэтому девушка Валаре, она, эта девушка, ну, довольно-таки, скажем, ну, не 25 лет, то есть туда ближе, за 30 начинается. Линейка «Дивайн» поставила их рядом, хотя это все три разных аромата, и девушка, выбирающая «Дивайн», «Голубой дивайн», они очень-таки преданные поклонники этому аромату, они стараются взять все разом, всю ароматическую линейку, то есть они берут и сам аромат, сразу тальк стараются, и крем для тела, вот он для них настолько вот важный, важный, а выбирают обычно светлые девушки, она или блондинка, или шатенка, выше среднего роста, то есть однозначно выше метра 65, вот она идет, это аромат «Дивайн», и он переводится «Божественная», все три они такие очень аристократичные, и вот аромат «Голубой дивайн», он показывает, что перед вами настоящая леди, леди, что отличает истинную аристократку, не то, как она одета, и не то, как она говорит, ее отличает то, как к ней относятся окружающие, и если кто-то еще не понял, что перед ним настоящая леди, то аромат «Дивайн», он создаст правильную границу, вот такой он шикарный аромат, «Дивайн Сэншуа» подойдет уже брюнеткам, он шикарно раскрывается на смуглой коже, такими нотками черешни, вот приятными фруктовыми нотами, а мужчины, окружающие нас, для них нормально, для них это очень адекватно, когда женщина пахнет или цветами, цветами, или фруктами, и вот аромат «Дивайн» получается такой очень женственный, и «Дивайн Айдол», он такой очень гламурный, она очень яркая, он очень сам по себе торжественный, и «Дивайн Айдол» — это тоже женщина на показ, женщина, для которой вот каждый день как торжество, и, конечно, это идеальный аромат для такого большого праздника, который случается в жизни каждой женщины, как свадьба, и вот та, которая выбирает «Дивайн Айдол», знаете, у нее каждый день как будто свадьба, вот так получается, всегда нарядная, всегда с хорошим настроением, всегда изысканная, все ароматы «Дивайн» — это леди, и вот такая, на показ, гламурная «Дивайн Айдол». «Эклад» — наша классика, классика «Аромат для тех, кто уже добился успеха», переводится названием «Шумный успех овация», это аромат для людей, которые добились успеха, он, знаете, какой, не должен быть кричащий, это люди, которым не надо кричать, что вот я такой молодец, потому что уже давно это случилось в его жизни, или человек к этому стремится, поэтому у них одежда из дорогих тканей, ну, в которой нет там люрексового блеска, и вот аромат он такой, он настолько благородный, ты подойдешь, наклонишься, да, слышишь, отойдешь далеко, не слышишь, вот «Экла» он вот такой. Аромат «Экла Уикен» создавался для отдыха, да, само название об этом говорит, но он оказался настолько, вот знаете, как вот там много нот, и красная смородина, и водяная лилия, там, ой, ну, столько много всего сделали, там, груша, еще что-то, еще что-то, и он оказался очень таким универсальным, и в пир, и в мир, и в добрые люди, и вот для меня это аналог «Эксайта», то есть тоже среди женских, номер один по продажам, и я всегда говорю, что консультант «Арифлейм» в запасе должен всегда иметь две туалетные воды, это «Эксайт» и «Экла Уикен», вот просто на всякий случай. И когда клиенты покупают что-то на подарок, я всегда предлагаю среди женских, если они не знают, что выбрать, я говорю, возьмите «Экла Уикен», вы угадаете в 95% случаев. То есть он нравится абсолютно всем, то есть нету людей, которым бы он не нравился, то есть там чуть меньше пусть, но все равно нравится. А среди мужских такой «Эксайты». Очень удачный, очень его люблю, потому что, да, его обожают мои клиенты. И новинка-новинка прошлого года – это «Май Найки Трус». Такое интересное название, «Моя голая правда». Девушка, которая выбирает «Май Найки Трус», она, знаете, такая, она ухоженная, она любит косметику, она любит за собой ухаживать, это потому что там пудровые ноты, а выбирает пудровые ноты, именно такие женщины, да. И он такой, не просто приятный, он такой, как обволакивающий шаль. Обладательницу этого аромата хочется подойти, обнять, вот ткнуться, вот он такой, и при этом там есть пронзительные нотки. То есть он жару дает довольно-таки хорошую свежесть, и тоже получается универсальным. То есть если его пока не очень хорошо берут клиенты, то только потому, что еще не распробовали. Он такой очень достойный аромат. Парадайз, мой фаворит, мой любимец аромат, аромат, который вот идеально подходит для лидера компании Reflame, потому что те ноты, которые в нем, которые в нем, они отражают все многообразие нашей работы. Пион придает женственность, что очень важно в нашем бизнесе взаимоотношения. Розовый перец позволяет все расставить по полочкам, а вот кедр и мускус, да, они придают такую богемость, с шикарностью этому аромату. То есть получается за счет вот этих нот, он очень такой универсальный, подходит для разных случаев. Не пугайтесь вот этого розового перца, который идет в самом начале, потому что, когда первая нота уходит, остаются ноты сердца, ноты шлейфа, он раскрывается очень богато, и на коже звучит неузнаваемо, неузнаваемая парадайз. Флакон сделали дорого, и по флакону видно, что это такая эксклюзивная, дорогая туалетная вода, очень мощная. Она даже идет не туалетная, почти последнее время создает не туалетные воды, а парфюмированные воды, там процент идет больше ароматических масел, и на коже они держатся прекрасно. Мисс Джордани, парфюм, парфюм, который создан для уверенной в себе, очень яркой, для которой важна каждая деталь в ее образе, то есть у нее ногти, там лак под цвет помады, там все абсолютно продумано, то есть она гламурна, и она гламурна даже на работе. Вот Нижордани очень уверена в себе, не боится показаться, и это аромат тоже хорошего настроения, потому что в нем очень много таких цитрусовых нот, которые поднимают нам тонус, поднимают нам настроение Нижордани. Ну и бриллиант в короне ароматов Арифлейм, конечно, Джордани Голд Эссенса. Я не буду много про него говорить, есть хороший ролик в интернете, где все рассказывается, но скажу только то, что ароматы такого качества, когда парфюмер принимает участие в разработке сырья, они вообще относятся обычно к нишевым ароматам. Нишевые ароматы – это очень дорогие ароматы, и они создаются в ограниченных коллекциях. За счет того, что там очень высокий процент натуральности в сырье, то есть сырье исключительно в аромате Джордани Голд Эссенса, он садится практически на любую кожу. То есть он нравится клиенткам от 17 до 80 лет. Я вообще не встречала ни одного человека, которому бы он не нравился. И интересно то, что люди, которые его выбирали, женщины, это и лидеры компании Арифлейм, и просто мои клиенты, он у всех вызывает хорошее настроение. То есть это вот точно аромат счастья. Ну, он хорошее настроение уже одним внешним видом вызывает по себе. Ну, и аромат такой очень эксклюзивный и очень шикарный. То есть эта цена, она просто вот… Да, при том, что это один из самых… Ну, самый дорогой аромат в каталоге, вот я считаю, что цена даже ему не соответствует, вот настолько он шикарный. Самый крутой, самый классный. Ну, и рядом с женщинами, с женщинами всегда есть мужчины. И линейку мужских ароматов мы начинаем с аромата Voyager. Условно говоря, я их на этом… Это ароматы путешественников. И это ароматы… Это путешествие не круиз в Европу, да, не путевка в Турцию, где all-inclusive все оплачено. Это настоящие путешественники. И я примерно их разделила. Один охотник, другой рыбак. Вот примерно так. На самом деле Voyager Spirit – это мужчина помоложе, а Voyager, ну, вот, потемнее, да, этот мужчина постарше. И это мужчины, которые ценят все натуральное. Для них все просто, у них в их мире все просто. Они говорят немного, немногословно, такие как бы очень уверенные в себе, а мы любим, когда мужчины уверенные. Вот как бы вот эти мужчины выбирают аромат Voyager. Аромат Сигнечи. Аромат Сигнечи переводится автограф. Мужчина, выбирающий Сигнечи, это мужчина, который ценит свою индивидуальность. Не случайно лицом аромата является мужчина в шейном платке. Не так уж много в нашей жизни мужчин, которые взамен галстук одевают шейный платок. Сигнечи классические, 12-90-й год. Этот аромат тоже относится к группе ароматов кожаных, то есть он хорошо садится практически на любую кожу, звучит прекрасно, на смуглой коже звучит просто божественно. Очень богато раскрывается, долго держится, прям такой благородный, благородный аромат. Сигнечи херитаж, он более жесткий. Я бы сказала, что этот мужчина, Сигнечи херитаж, это мужчина-эгоист, который не считается, не то, что не считается сменением окружающих, но для него его мнение гораздо-гораздо выше, важнее, чем все остальное. Для него, его стиль гораздо важнее прийти по расписанию, вот так скажем, пусть его все подождут. И вот среди моих клиентов то ли мало эгоистов, то ли еще что-то, но как-то вот реже его выбирает. А Сигнечи зума это совсем другой аромат, это мужчина, для которого важен каждый момент жизни, он ценит каждый момент, счастлив от каждого момента, это мужчина, у которого, знаете, как смешинки в уголках глаз, вот как будто глаза у него все время смеются. Вот это Сигнечи зум. То есть хорошая линейка такая. Флембойнт. Флембойнт – благородный аромат и очень благородное оформление. Я бы сказала, ну, шиковское такое исполнение. И флембойнт – это, конечно, аромат солидности, аромат мужчин, которые добились какого-то положения. Флембойнт голубой – это аромат более молодого мужчины, да, а флембойнт классический – это аромат более взрослого мужчины. Очень благородно звучит, красиво раскрывается. Соул аромат переводится душа, но мне нравится больше перевод дух. Я всегда говорю, что это аромат для мужчин сильным духом. Клиентам это моим нравится. Мужчина соул – это мужчина, для которого понятно, что будет у него завтра, что у него будет послезавтра. В его жизни происходит только то, что он решил. И его уверенность, она покоряет женщин. И поэтому он хоть и не будет за каждой юбкой, но с женским вниманием не обделен. Потому что, опять же, мы любим уверенных мужчин. Вот это аромат соул. Мэнфу. Какое-то время не могла его вообще понять, до тех пор пока… Ну, конечно, он сексуальный, там флакон сексуальный, его приятно в руках держать такой, да, как бы как тело такое обнаженное. Это и крышка такая, прям интересная. Пока не расчувствовала в нем вишенку. И за счет этой вишенки мэнфулом пользуются некоторые женщины. Вообще, женщина может использовать мужской аромат, особенно в том… Мужчина ни в коем случае, а вот женщина может. Особенно в том случае, если она работает в женском коллективе, чисто в женском, и при этом она должна доминировать. То есть, если она глава коллектива, то она может позволить себе мужской парфюм абсолютно. И вот у меня на мэнфул есть клиентка, которая его просто обожает. Ну, и, конечно, есть мужчины. Мужчины – это мужчины, которые… Ну, взрослые люди, взрослые люди, и он такой, как бы, по характеру спокойный, размеренный, казалось бы, да, но свои эмоции он может за внешней вот холодностью немножко это скрыть. Такой человек благородный очень. Ascendant – ароматы мужчин третьего тысячелетия. Очень мощные, такие прям с характером. Мужчина третьего тысячелетия не просто стремится вперед, делает карьеру. Это мужчина, который хочет быть востребованным, хочет быть нужным, не боится для этого узнавать что-то новое, там, переучиваться, ну, как-то вот вообще к чему-то стремится, не боится меняться. Не боятся меняться только сильные люди. Поэтому вот они оба такие прям, я бы сказала, термоядерные, да, ну, абсолютно разные. Ascendant – так вот, такая океанская свежесть, а Ascendant – это просто мощь, очень сильный аромат. Так, ну, мы подошли к возрасту, который называется «Время зрелости, время триумфа». Это время, когда, ну, скажем, люди добились успеха в своей жизни, они знают все свои победы, они знают все свои недостатки, да, но не стесняются этого. И более того, это время, когда, знаете, как-то уже начинает ускользать молодость, да, и хочется ее удержать. И поэтому, поэтому женщина выбирает более яркие ароматы. Поэтому бывает часто, что, допустим, взрослая женщина не просто выберет яркий аромат, она еще им сильно набрызгается. Да, и когда она проходит, проходит, и у молодой девушки прямо так, я думаю, боже, как так можно? Но на самом деле ей можно, потому что она внутри королева. То есть она уже прорешала все свои проблемы в жизни, какие можно. Она знает, чего она стоит. Она не то, что себя не стесняется, она вообще собой гордится. И вот в эту линейку возрастную открывает аромат эникма, хотя его бывает и молодые женщины выбирают. Однозначно аромат темпераментных женщин, он как бы сам по себе и флакон такой. Это, знаете, срезанный язык пламени. И там сделано много грани. Вообще, когда много грани во флаконе, это считается, что аромат взрослого человека, взрослой женщины. Потому что французы считают, что с возрастом характер становится как игристое, ну, оно ярче, ярче, больше черт появляется. И вот чем старше человек, тем вот больше грани характера. И вот энигма так сделана, что как флакон не поверни, какую-то грань не видно. Так и взрослая женщина, понимая, все до конца, она тебе никогда не расскажет. Поэтому название у этого аромата «Энигма тайна». Вот он такой остается. А сам аромат, конечно, сексуальный. Аромат струящийся. Он стройнит женщину, чтобы вы знали, да, потому что он так стекает хорошо. И это аромат такой шлифовый. Эта женщина не просто хочет очаровывать, она прям хочет сильно покорять. И она специально использует этот аромат, чтобы мужчина за ней вот как услышал, так и пошел за этим шлифом. Прям не понимая, что происходит. То есть околдовывает вот этот аромат. Love Potion, когда создавали, появился. Вообще думала, для взрослых женщин там флакон темненький такой, да, создавали его с афродизиаками, там и шоколад, и там что такое, ваниль, там еще что-то есть, да. Но оказалось, что в наше время, опять же, покорять хотят все абсолютно. И купили его абсолютно все. То есть и взрослые, и молодые покупали. А вот вернулись за ним очень молодые. Вот это меня удивило. 21-летний. Да, то есть он оказался вот таким ароматом. Видно, что зелье, зелье прям, это не флакончик духов, это прям приворотное зелье. Да, и он действует очень так прям, ну, как приворотное зелье действует. Потому что это идеальный запах для женщины, когда это, ну, воспринимает мужчина. То есть так, ну, так и должна женщина пахнуться. Вот так очаровательно. Леди Эйвбери снимает, ну, чтобы вы понимали, что у нас появляются шипровые ароматы, довольно редко, у нас не так много клиентов их берут, выбирают всегда шипровые ароматы, это для сильной очень женщины. Сильной женщине шип, вот этот резкий запах шипра, да, он позволяет все растаять в голове по полочкам. Она с ним лучше думается. А женщина, выбирающая Леди Эйвбери, это женщина, которая, знаете, как, для нее война так война, мир так мир. Надо будет ругаться, будет ругаться, потому что вообще она все еще может сделать. Сам черт ли не брат, она вот такая. И вот этот вот перец, он ей позволяет нести ясность и придает ей силу. Они вот обожают эти такие ароматы, ну, чтобы вы знали, кому это предлагать. Red Demi, тоже лидерский аромат, тоже лидерский аромат, аромат королевский, и флакон там королевский, все, и он такой, за счет вот этого красного жасмина, конечно, это аромат страсти, а это то, что нужно абсолютно в нашей работе. Поэтому, да, он тоже относится к бизнесовым, хотя это больше аромат очарования, больше вечерний аромат. Ну, будете настроены по бизнесовому, отработает как бизнес, придает харизму, придает силу тому, той, которую использует, потому что подчеркивает самые лучшие женские черты характера. Лицом аромата Power Woman является Тина Кандилаки, женщина, которая просто просчитала свой успех, так же, как вот, ну, это шахматная игра. Поэтому форма флакона именно такая, предназначен больше для смуглых женщин, для смуглых женщин. На них раскрывается очень мощно, мощно, так, хорошо звучит, звучит очень сильно. Так, я чуть-чуть не успеваю, хочется мне уложиться и сказать самое основное. Потому что важно не запомнить, как вот каждый аромат характеризуется, да, а хорошо, когда вы поймете систему. а система, вот то, что я говорила, да, то есть, у всего, у каждого аромата есть свой клиент. И если вы, ну, поможете человеку сделать выбор, каждый человек будет самостоятельно делать выбор, но если вы ему немножко подскажете, да, подскажете, сократите, он будет вам благодарен. И когда вы будете это делать, будете это делать, вы должны помнить, что мы создаем ароматы вдохновленной культуры Швеции. Образ Арифлэм поэтому уникален. И люди, которые иногда говорят, я такое слышу, что, знаете, у вас все ароматы одинаковые, они в чем-то правы. Потому что, да, страна, которая стоит за всем этим, это страна одна, Швеция. Но мы предлагаем, на самом деле, очень разнообразную палитру, чтобы каждый человек абсолютно мог выразить себя, каждое свое настроение, каждое свое, ну, стремление в жизни, да, с помощью аромата мог выразить. Арифлэм продает косметику, в том числе парфюм глобально, то есть по всему миру, в 60 странах. Это надо понимать. Поэтому, если аромат не пользуется спросом во всех 60 странах, он будет сниматься с линии, даже если у вас есть на него 10 постоянных клиентов. То есть он должен быть, то есть есть определенный рейтинг ароматов, и если, ну, аромат в этот рейтинг перестает попадать во всех странах, то он, ну, уходит с наших линий. Теперь наши ароматы, еще раз повторюсь, они создаются в сотрудничестве с лучшими парфюмерами. А, ну, еще насчет глобальной по миру. Вот у нас, например, в нашем регионе очень мощно продаются цитрусовые ароматы, мы их всегда ждем, мы их любим, у нас, говорю, жарко, и мы это любим. Но оказывается, оказывается, цитрусовые ароматы вообще не только по в других компаниях, они в мировую парфюмерии, они вообще даже в рейтингах не идут, потому что продажи цитрусовых ароматов по миру менее 7%. Да, оказывается, во Франции любят шипровые ароматы, которые мои клиенты не очень понимают, да, в Америке любят амбровые ароматы, да, в Европе любят цветочные ароматы, то есть это вот так вот, да, а цитрусовые любят в Азии, а как бы компания везде работает, на всех континентах, и поэтому получается, что вот так вот, ну, такая коллекция предлагается для всех континентов, для всех стран, где мы представлены. Ежегодно в мире создаются 600-800 новых ароматов, это нам говорил Бернар Ильина, а по интернету сейчас говорят, что тысяча-полторы тысячи было создано в прошлом году. И понятно, когда такое количество выбрасывается на рынок, да, самое главное сделать так, чтобы они были популярными, а популярными они становятся, благодаря бренду, все следят, например, что сделала компания Dior, они популярными становятся за счет мощной рекламы, и за счет, конечно, нас с вами, потому что все зависит от того, как мы отнесемся к аромату, полюбим мы или не полюбим, и сможем ли мы о нем рассказывать. Если мы аромат полюбили, он нам понравился, и мы начинаем бегать и про него всем-всем говорить, пиарить его мощно, то, конечно, продажи, ну, происходят очень хорошие. И вы должны понимать, что в отрасли парфюмерии есть только один способ создания аромата. Все используют абсолютно одни и те же ингредиенты, рынок один и тот же, и смешивают даже их одинаково. Цена аромата, она целиком зависит от его креативности. Стоимость аромата, она никогда не равна стоимости сырья. То есть если вы видите туалетную воду за 100 долларов, не думайте, что там сырье на 100 долларов, потому что стоимость вот того, что продается, это всегда стоимость бутылки, реклама, маркетинг, да, и плюс сырье. И низкая стоимость наших ароматов объясняется только политикой компании Reflame, потому что девиз компании Reflame это возможности для всех. И для того, чтобы наш парфюм был возможен для среднего класса, делается на самом деле очень много. У нас мало накладных расходов, у нас практически нет рекламы со звездами, со звездами. У нас оказывается тоньше стекло, если бы мне об этом не сказали во Франции, я на это бы никогда не обратила внимание, что тоньше стекло идет на бутылках, да, и у нас нет золотого тиснения на коробочке, вообще мало, мало картона в этой коробочке. Но аромат, который мы предлагаем, это аромат такого же качества, если не больше, чем аромат известных брендов. И в итоге, в итоге, да, сколько духов должно быть у женщины, чтобы вы правильно понимали? Как минимум, как минимум 4 на каждое время года, а вы уже поняли, что вообще-то, вообще-то, их должно быть на самом деле столько же, сколько же одежды, потому что под каждый случай абсолютно. Какой главный секрет подбора ароматов? Секрет именно в том, что продается, мы думаем, что парфюм, вот то, что мы продаем, это и есть, то, что создал парфюмер, вот это и есть парфюм. На самом деле, искусство, оно именно, у парфюмера заключается в том, чтобы вот, когда мы на кожу наносим, и вот тот запах, который появляется, вот это и есть цель парфюмера. А это будет запах, зависит от того еще и какая кожа. Поэтому я своим клиентам, да, любимым, я всегда разрешаю аромат, не просто так понюхать, да, я разрешаю на кожу нанести, и я не очень люблю пользоваться пробниками. Там на самом деле не все три ноты будут в этом пробнике, и там нет, чтобы вы знали, присадки этот пробник, поэтому не держится на коже. Вот. Клиент поносит на руку, на руку, и, да, 10 минут ходит. Я всегда говорю, что если 10 минут, через 10 минут аромат держится, и он вам нравится, и через 20 минут он держится, и он вам нравится, то он будет на вас держаться сутки. Все, можно смело покупать. И в чем волшебство правильного парфюма? Оно заключается в том, что вы, когда правильно подобрали парфюм, правильно подобрали парфюм, и все, вы угадали стопроцентно, хотя бы сами для себя, то с этим ароматом, который вам нравится, вы становитесь более уверенными, вы чувствуете себя более красивыми, более желанными, и за счет этого вы становитесь более харизматичными, более яркими. И за счет этого, ну, все ваши черты, самые лучшие, они раскрываются, и за вами начинают хотеть идти люди. Так что, очень важно правильно подобрать аромат и себе, и своим клиентам. Я надеюсь, что я была вам сегодня полезна, и если вам понравилась моя информация, я буду благодарна, если вы оставите отзывы на моей стене ВКонтакте и Фейсбуке. Спасибо вам большое, спасибо большое. Изучайте ароматы, и я думаю, что это будет не только интересно, но и прибыльно, и выгодно для всех нас. Все, спасибо.